В течение всего дня, 13 сентября, латкаринцы выбирали депутатов в городской совет. Роль народных избранников в жизни муниципалитета порой не видна, но на самом деле она одна из самых ключевых. Депутаты принимают бюджет города, вносят правки в устав Латкарина и осуществляют другие законодательные функции. Поэтому к выбору своих представителей во власти латкаринцы подошли с особой ответственностью. Какими критериями? Сложно, наверное, сказать, но я думаю, главное это понимание того, что он делает. То есть ради чего он сюда пришел, не просто так выдвинули. Целеустремленность, конечно, но и вера в себя и в свое окружение. 66 человек изъявили свое желание стать депутатами. Среди них оказались как представители политических партий, так и самовыдвиженцы. В ходе народного голосования по четырем многомандатным избирательным округам депутатами стали 20 человек. Это Брюзова Татьяна, Александр Гамов, Грещенков Евгений, Виктор Данилов, Дерябин Василий, Светлана Донец, Егоров Юрий, Карпова Ольга, Китаева Людмила, Геннадий Козлов, Юрий Мигунов, Мичугин Анатолий, Галина Морозова, Виктор Новоселов, Ратников Андрей, Татьяна Слепцова, Константин Шмаленый, Колушкин Евгений, Колубева Надежда, Коновалов Игорь. Депутат должен отстаивать интересы народа. Это самая главная цель, по-моему, депутата. Я голосовала за Единую Россию и за партию Путина, потому что я его уважаю, Путина, его политику, и вот за Единую Россию. За кандидатов из Единой России. В преддверии дня голосования кандидаты провели усиленную работу по агитации населения. Во дворах и на предприятиях прошли встречи с гражданами, а в интернете в средствах массовой информации были размещены призывы прийти на выборы и проголосовать. И за дня в день обстановка вокруг кандидатов накаливалась, но уже к середине дня голосования стало понятно, что выборы под строгим контролем наблюдателей и членов избирательной комиссии, которые не допустят нарушения закона. Несмотря на то, что выборы – это ответственное и сложное мероприятие, латкаринцы шли на избирательные участки с семьями и с хорошим настроением. И если взрослые ставили галочки, опираясь на опыт работы и профессионализм кандидатов, то вот для детей отводилась кульминационная часть выбора – помещение и бюллетене в избирательную корзину. На самом деле очень приятно видеть, когда приходит мама, папа, и не один ребенок даже такие у нас сегодня семьи были. Приятно наблюдать, когда вся семья приходит и участвует в этой избирательной кампании. Люди приходят, голосуют, настроение, на мой взгляд, позитивное. Погода хорошая, замечательная. Поэтому у нас все хорошо. Если для кандидатов выборы закончились ровно в 20.00 после закрытия участков для голосования, то вот для избирательной комиссии в это время начался самый важный этап – подсчет голосов. 14 сентября в 2 часа 30 минут ночью наша комиссия приняла решение об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов. Комиссия признала выборы состоявшимися, действительными. Жалоб и заявление о нарушении избирательного законодательства не поступало. Выборы прошли, если так можно сказать, в штатном режиме. В каждом округе были избраны 5 депутатов. Количество принявших участие в голосовании составило 7601 человек. Это 18,45% от числа избирателей. Теперь избранным депутатам предстоит выбрать председателя и его заместителя, решить организационные дела и приступить к непосредственной работе. Ведь уже пора принимать бюджет Гордон на 2016 год, а значит закладывать деньги на благоустройство, медицину, безопасность, спорт и культуру. Максим Морозов, Алексей Устинов, телеканал Откари.